Это видео для тех, кто хотел бы выучить поистине что-то эпичное и не очень сложное на гитаре. Имейте в виду, что это самая простая аранжировка, что я играл, а звучит так, как достойный серьезный уровень. Так что налетайте, будет кавер, а затем разбор. Лайк и комментарий приветствуются. Лайк и комментарий приветствуют. Лайк и комментарий приветствуют. Лайк и комментарий приветствуют. Приступаем теперь к разбору. Таблатура появляется перед тобой. И сразу скажу, что она отличается от моего кавера немножко, потому что в кавере я сделал больше импровизации, экспрессии. И здесь я хочу больше упростить, чтобы максимально большее количество гитаристов это повторило. В том числе и новички. Приступаем. В общем, вначале у тебя первый аккорд идет очень простой. Средним пальцем зажимаешь второй лад, четвертую струну. Все. И ты должен повторить следующее. То есть идет первая, вторая и шестая струны пустые. И играешь их. После чего четвертую струну, зажатую средним пальцем, играешь отдельно. И так делаешь четыре раза. Получается вместе. Потом только первую, вторую. И повторяешь так. Четыре раза. И так все вместе. Первый раз. Второй. Треть. Четвертый. Далее. Следующий аккорд у тебя получается, ты средним пальцем зажимаешь пятую струну, третий лад. А указательным пальцем зажимаешь первую струну, второй лад. Вот. Вот такой вот аккорд получается. Первая струна, второй лад. Пятая струна, третий лад. И играешь следующее. То есть у тебя идет первая, вторая, пятая вместе. Потом отдельно пятая. И еще раз первая, вторая. И пятая. Получается так. После этого ты меняешь позицию, а именно указательно убираешь. Средний палец перемещаешь на лад влево. Это второй лад, теперь пятая струна. А мизинцем зажимаешь, или безымянным, но лучше всего мизинцем. Это первая струна, третий лад. Всё. То есть ты сместил первую струну на лад вверх, а пятую на лад вниз. И получается у тебя было вот так. Теперь у тебя вот так. И играешь то же самое в правой руке. То есть вместе бас, нижний и бас. И теперь смотри, первый фрагмент весь. Далее. Второй фрагмент. Начало то же самое. А здесь два аккорда следующих зажимаются вот так. Это третий лад. Вторая струна. И пятая. Безымянным и средним. Третий лад. Играешь пятую, третью, вторую. Вот так. И отдельно пятая. То есть тот же принцип. Вместе бас, потом нижний. В данном случае это вторая, третья. И отдельно бас. То есть так. Потом в правой руке делаешь ту же комбинацию, но только аккорд меняешь. То есть первый аккорд был вот такой. Второй вот так. Вот такой. То есть ты, получается, перемещаешь. Вот у тебя был предыдущий. Безымянный убираешь. Средний переставляешь опять на второй лад. Добавляешь безымянным на втором же ладу третью струну. То есть вот. Второй лад. Третий, пятый. А указательным зажимаешь вторую струну первого лада. Получается вот такой звук. И играешь в такой же комбинации. Теперь смотри. Предыдущий аккорд. И следующий. Все. И теперь смотри. Второй хромин полностью. И третий, он же завершающий перед куплетом, звучит вот так. То есть тут вообще ничего не зажимается. Просто вторая, третья, шестая. Тот же маневр. То есть вместе. Бас, нижний, бас, нижний, бас, нижний, бас. И после этого играешь опять вот этот аккорд на третьем ладу. Вторая, пятая. Таким же принципом. А следующий аккорд, как был и в предыдущий раз, вот так переставляешь. Только указательным пальцем ничего не надо зажимать. То есть у тебя идет вот этот аккорд. Потом ты перемещаешь среднее на лад влево. То есть ниже. И безымянным зажимаешь. То есть тот же аккорд, только без указательного. И играешь пятую, третью, вторую, первую. Вот. Первая, вторая пустые, получается. Вместе. Бас. И мизинцем зажимаешь второй лад первой струны. И вместе играешь, получается. Все вместе вот так. Теперь смотри весь третий фрагмент. Все. Теперь сыграю вступление полностью все три фрагмента. Первый. Второй. И третий. Все. Далее идет куплет. Здесь получается следующая тема. Ты должен делать одинаковый комбинат. Вот. То есть первая струна, у тебя идет третий лад, второй и пустой. Зажимать нужно безымянным и средним. Для того, чтобы ты еще комбинировал указательный палец на четвертой струне. Теперь смотри по таблатуре. Это четвертый фрагмент считается. Ты безымянным пальцем зажимаешь третий лад первой струны. Играешь со второй, третьей и шестой пустой. Все. Только я, если честно, играю просто. Первую, вторую, шестую. Третья пустая. Я ее не задеваю даже. Вот так. Потом делаешь средним второй лад. Потом тебе нужно сыграть пустую, но вместе с четвертой струной на втором ладу. То есть я ее зажимаю указательным. Выглядит это вот так. Все. И вторая пустая. Все. Ты можешь вторую играть и прямо с четвертой. Но я играю просто так. То есть. И играешь так два раза. То есть у тебя рука вот так вот работает. Систематически. Итак, еще раз. Потом все то же самое, только ты бас меняешь. Вместо шестой пустой. Пятая зажата на третьем ладу. И играешь. Все. То есть тот же принцип. Только с пятой. То есть если в первом моменте вот так. В втором я средним зажимаю пятую струну. И соответственно я уже не могу вот так вот делать, как я делал это изначально. Зажимаю пятую струну и играю. То есть безымянный указательный. И просто бас играется. Если тут он чередовался с четвертой, то здесь просто два раза пятой. То есть. Видишь, чередуется. То тут уже просто два раза пятой. И потом следующий аккорд. Он же финальный в четвертом формете. То есть тут такая растяжка получается. Там указательным пальцем зажимаешь второй лад пятую струну. А мизинцем пятый лад первой струны. Вот. Сделал такую растяжку. Потом. После того, как ты сырал пятую с первой. Ты средним зажимаешь третий лад первой струны. Потом второй лад. И с пятой. То есть бас. И обратно третий лад. То есть смотри медленно. Можно так играть. То есть. Тут мизинец. Тут безымянный. Тут средний. Я чередую как в принципе. В импровизации получается. То есть. Можно так вот сделать. Итак. Весь четвертый фрагмент. Видишь. В этот раз я сыграл еще из безымянной. Поэтому можешь распределить. Мизинец. Безымянный. Средний. Если растяжка позволяет. У меня пальцы короткие. Но у меня получается. То есть. Реально. Если пальцы короткие. Это еще не конец. Что ты не сможешь растянуть пальцы. Итак. Это был четвертый фрагмент. Теперь пятый. Он же начинается так же само. То есть. В принципе. Он весь такой же самый. Только в конце держишь. Не вот так. А вот так. Все. В конце можешь увидеть. Последний бас. Он меняется. И еще раз. Пятый фрагмент. А вот этот фрагмент. Он тот же самый. Что и предыдущий. А в конце делаешь так. Указательным зажимаешь. Второй лад пятой струны. Вот. И играешь. С первой пустой. И третий лад второй струны. То есть. Два раза повторяешь то же самое. Пятая с первой. Вторая зажатая. И еще раз. Пятая с первой. И вторая зажатая. Ты можешь увидеть. Что когда ты играешь. Пятую с первой. В табутуре написано. Вторая пустая. Но. Можно и так сделать. Я это тоже очередную. В импровизации. И так все вместе. Да. Со второй пустой. Это звучит даже красивее. Все. Это был. Четвертый и пятый фрагмент. Только что. Давай их сыграю вместе. Итак. Четвертый. И пятый. Далее. Шестой. То есть. Тут уже в обратном порядке. Не вот так. А вот так. Итак. Поехали. Первая, вторая, шестая пустые. Вторая, второй лад первой струны. Потом третий лад. Но уже с указательным на втором ладу. То есть. Эта штука вся тебе уже известна. По моторике. Ты делал так. Теперь так. То есть. Тебе нужно понять. Что тут сразу ставятся струны синхронно. Вот так. И так еще раз. Вторую пусту можно и тут играть. И отдельно. Главное. Чтобы акцент был. Потом еще раз. Так же самое. Потом то же самое. Только с новым басом. То есть. Пятая струна. Третий лад. Потом опять растяжка. Это ты уже сделал. То есть. Ничего нового. Все. Это весь шестой фрагмент. Давай еще вместе все сыграем. Немножко добавил звук. Все. И седьмой. То есть. Тут тебе нужно сыграть. Третий лад. Первой струны. Я это делаю безымянным. Перевожу на седьмой. То есть. Не вот так. Потому что. В принципе. Можно по таблутуре. И вот так сделать. Вот. С третьего на седьмой. Ты видишь. Отдельно. А можно просто вот сыграл. И без третьего. Сразу седьмой. То есть так. Все. В принципе. Безымянным зажал третий лад. Дал со второй и шестой постой. Седьмой лад. Вот тут надо попасть. Потому что это играется быстро. Я даже сейчас ложну. Собрался. И сыграл. Потом резко поставил. Второй лад. Первая и четвертая струна. И вторая постая. И так два раза. И финальные аккорды. Это указательным пальцем пятая струна, третий лад. А мизинцем пятая струна, точнее пятый лад первой спорны. Вот. Мизинец первая струна, пятый лад. А указательным пятая струна, третий лад. Итак. Играешь со второй постой. То есть. Вместе пятая, вторая, первая. Отдельно бас. Опять вместе. И в конце. Получается, вот ты эту штуку уже знаешь. Ты уже это делал. То есть, второй лад, пятая струна. Третья лад, вторая струна. Играешь пятую. Вторую, первую. То есть, ты сначала открыто играешь. Без зажатой второй струны. То есть, зажал. Отпустил. И просто вниз-вверх, такой щелчком. Все. То есть, смотри. То есть, видишь, перекрывается из-за первой струны вторая. Поэтому я бы играл так. И все, получается. И дальше уже. Все, в принципе. И теперь я сейчас играю шестой и седьмой фронт вместе. Поехали. Все. Я тут промолчал. Седьмой фронт сам переключился. Но я думаю, тебе наоборот удобнее, в принципе. И все. Дальше приступаем к припеву. Припев также упрощен по сравнению с ковером. Но здесь главное понять, что в припеве три аккорда, которые чередуются. То есть, первый это ЕМ, потом С. И, в принципе, опять ЕМ. Но тебе главное из ЕМ взять только пятую струну, второй лад и третью. Сейчас все по порядку объясню. Смотри, в общем. По табулатуре звучит следующим образом. Это как бы восьмой фрагмент. Фишка в том, что тебе нужно ЕМ зажимать средним и указательным. Второй лад средним пальцем, четвертую струну, указательным пятую. Так ты сможешь позволить себе зажимать первую струну на третьем ладу и отпускать. И потом, когда ты будешь делать так. То есть, у тебя уже тоже свободен палец. Потому что, если ты ЕМ будешь вот так зажимать стандартным образом, то есть, потом, когда тебе нужно так делать. Короче, ты задолбешься просто так играть. Поэтому лучше всего зажимать сразу средним и указательным. Потом далее у тебя идет аккорд С. Это самое главное зажать на втором ладу. Точнее, на второй струне первого лада. И, естественно, бас на пятой струне третьего лада. То есть, в принципе, бас не меняется. Сначала шестая струна пустая, потом третий лад, второй. Все. То есть... Только это все, чтобы было сочно с аккордом. Все. И по тому туре все видно. То есть, ты зажал ЕМ и вот сыграл с первой струны на третьем ладу. И сразу резко пустая. И потом щелчок. То есть, просто вниз. Далее ты делаешь маневр. То есть, зажал, отпустил. Зажал с басом. И отпустил. И щелчок. Как бы это легкий щелчок. Все щелчки, сложности и виды есть в моем курсе «Проверсивный финг-рестайл». Это как бы не то, чтобы реклама, а просто сразу лайфхак. Если ты хочешь быстро обучиться, не хочешь терять время, то там все виды сложности. Здесь он самый легкий. Как бы его ты сможешь сыграть без прохождения курса. Вот. Поэтому, имей в виду, что это легкий щелчок. И с ним справится практически каждый. Потом. Зажал, отпустил в конце. То есть. И следующее. Играешь уже на аккорде С. То есть, это нелегко. И я, например, в кавере могу себе позволить, ну не на этом моменте, а на следующем, зажать только пятую струну. Вторую я не трогаю. То есть, получается. Только тут тебе нужно ювелирно сыграть, потому что, если ты не зажимаешь, то их нельзя воспроизводить, потому что они не звучат прям идеально. И все, в принципе. То есть, ты перешел на аккорде С. Все. Это все, что нужно на аккорде С сыграть. Получается, смотри. Восьмой фрагмент заканчивается на аккорде С. С щелчком. Потом девятый фрагмент. Как бы зажал, отпустил. И потом вот этот второй лад пятой струны. Все. Это все, что нужно сыграть в девятом фрагменте. То есть, я зажимаю это средним пальцем и мизинцем просто. И теперь смотри. Вместе. Восьмой фрагмент. И девятый. То есть, в принципе, можно еще и зажать четвертую струну. То есть, типа. Но это уже в зависимости от возможности. Можешь зажимать. Если практика позволяет. Восьмой, девятый. Молча. Вместе. Далее. Десятый. То есть, ты просто сыграл с третьего лада на второй первой струны. И добил с щелчком. Потом маневр. То же самое, в принципе. Просто меняется расклад. И потом опять аккорд С. Но его тоже сложно зажать резко. Поэтому можешь просто ограничиться в пятой струне. Струной. То есть, смотри. В десятом фрагменте. Начало. То есть, в принципе, можно ЕМ зажать. Потом. Можно так обыграть. А можно вот так, например. То есть, как удобнее. Главное, чтобы ты перешел с аккорда ЕМ или же вовсе его можешь не зажимать. Если... Ну, пока что навыки не позволяют. Можешь просто сыграть. Вот так. Все. Это я уже залез на одиннадцатый фрагмент. И теперь смотри. Молча. Десятый и одиннадцатый. Сейчас увидишь смену. Десятый. Десятый. Все. Я немножко отвратительно сыграл. Даже без ЕМа, если ты заметил. И, в принципе, получилось нормально. А вот с ЕМа. Сейчас. Все. И дальше можно опять. То есть, опять повтор припевом. Все, в принципе. Далее по факту играется типа вот этот момент. Но здесь я уже таблатуру решил не писать, потому что это сложно очень воспроизвестим. Я и не планировал так припев детально в табах писать. Но, допустим, если я все-таки запишу, потому что я табы буду писать после видео, то табы появятся. Не знаю, насколько они будут правильные. Но тут фишка в том, что ты должен сыграть получается следующее типа вот тут я уже сбился полчаса нужно быть так. То есть, это сложно очень объяснить словами. Это нужно еще репетировать мне разбор. Но, кто хочет прям выучить до конца, я думаю, тут упорство легко проявить, потому что таба есть. Есть она будет, к сожалению, я не знаю точно. Ну и плюс я сыграл это. Поэтому сейчас был весь припев, даже бридж, и в конце я завершаюсь следующим образом. Получается, вот так. Аккорд С. Получается, у меня идет первая, вторая, шестая пустая. бас, нижняя, бас. То есть, опять обыгрываю то же самое. Аккорд С. Получается, мне нужен только первый лад второй струны и пятая струна третий лад. Играешь пятую, третью струю, бас, низ. Потом просто все убираешь, а пятую струну смещаешь на второй лад. То есть, окончательный бас. И тоже, с третьей, второй, только пустой. И еще раз все вместе. Просто делаем низ вверх и аккорд E. Все, в принципе. Это вся мелодия. Я не планировал ее до такого фрагмента, объясняйте, если честно. Реально не планировал. Я думал, только вступление, куплет и немножко припев. А в принципе, припев получилось записать полноценно и даже бридж. То есть, вот этот вот фрагмент. Круто! В общем, пиши в комментариях, если у тебя получится это сыграть. Всем творческих успехов и до новых встреч!